Тем временем 27 блокпостов уже выставили по периметру Алматы. Все въезды в город будет контролировать полиция, военные и медики. На блокпостах установят тепловизоры. Пассажиров с повышенной температуры отправят назад в пункт, откуда они прибыли. А их данные передадут специалистам по месту жительства. Сейчас с нами на прямой связи находится шеф-редактор Алматинского бюро новостей Толгат Куспаев. Толгат, еще раз добрый вечер. Какая сейчас обстановка на границе? Есть ли ажиотаж, скопление транспорта? Да, Динара, вы правы. Мы продолжаем работать на 27 блокпосту. И сказать, что сейчас мы наблюдаем какой-либо ажиотаж. Осталось буквально пару часов до закрытия, вступления в силу карантина. То есть город намеренный закрыть. Вот. Мы не наблюдаем абсолютно. То есть водители также в спокойном режиме, спокойно выезжают из города Алматы и заезжают. Сказать, что какой-то колоссальный трафик выводится из города Алматы. Что жители Алматинской области или других регионов Казахстана спешно покидают наш мегаполис. Такого мы не наблюдаем. Также, если смотреть на госномера автомобилей, то есть есть и 02 регион, то есть алматинцы тоже спокойно выезжают, кто-то возвращается в свой город. Но, тем не менее, они все останавливаются, подходят к полицейским и задают один и тот же вопрос. Сколько времени у них осталось на то, чтобы выехать, скажем так, и вернуться, если они желают вернуться все-таки в город Алматы. Рядом со мной сейчас находится начальник административной полиции Жандос Мураталиев. Здравствуйте, еще раз. Скажите, вы до этого говорили о том, что сегодня уже закроют все въезды и выезды из города Алматы, но также была информация, что до 22 марта все-таки у людей есть возможность либо вернуться, либо покинуть наш город. Ну, действительно, мы в любом случае сегодня 12.00 часов будем закрывать ЕС-город. Но, однако, да, жители города Алматы, которые выехали за пределы нашего города, но не успели вернуться до 12 часов, могут подъехать к нашим постам и показать свои документы. У нас на планшете есть все их данные. Мы можем проверить, если действительно житель города Алматы, мы его, конечно, обязательно запустим. Но в дальнейшем выпускать его уже не сможем, потому что он житель города Алматы. А есть жители Алматинской области или других регионов, которые по тем или другим причинам не смогли выехать из города. Конечно, мы тоже с пониманием к этому моменту отнесемся, разрешим выехать за пределы города и находиться рядом с семьей. А скажите, сейчас есть какие-либо данные, вот на данные к данному часу, сколько жителей Алматинской области все-таки еще продолжают оставаться на территории? Нет, мы еще пока не считали подсчет. Вы сами видите, что вот начиная с 6 часов вечера идет очень большой, сильный поток. Именно выезд из города, это, я думаю, все жители Алматинской области или других регионов, поэтому они в городе, скорее всего, все закончили свои дела, пониманием к нам отнеслись и выезжают из города. Я этого, конечно, надеюсь и еще раз прошу через ваши средства массовой информации, чтобы люди поняли, что это делается для их же безопасности, не ради меня, не ради вас, а для их же безопасности, чтобы предотвратить распространение плохой болезни, как коронавирус. Спасибо. Я добавлю от себя, что на всех блокпостах задействовано порядка тысячи сотрудников департамента полиции, также 400 военнослужащих, будет также задействовано около 120 единиц техники. Надо сказать, что многие компании сегодня позволили сотрудникам, которые живут в пригороде, все-таки работать в удаленном режиме дома, но а те, все-таки от кого зависит производственный процесс, кто физически должен присутствовать на производстве. Сейчас акимами районов составляются списки, они будут предоставлены правоохранительным органам, чтобы по этим спискам все-таки пока разрешать этим сотрудникам приезжать в город Алматы и продолжать работать. Но также я слышал о том, что очень многие компании сняли в аренду квартиры, также сняли хостелы и гостиничные номера для тех сотрудников, которые очень важны для их производства. Динара, мы продолжаем работать на 27-м блокпосту на Кульжинском тракте, который ведет на Харгос, также в аэропорт и в город Толгар. И мы все ждем 12 часов, когда же все-таки здесь уже расставят по периметру бетонные заграждения и уже движение транспорта будет ограничено. То есть из города, возможно, будут выпускать с легкостью, скажем так, ну а вот запускать уже будут проверять житель какого региона. А если это Алматинис, тогда его будут пропускать назад, чтобы он мог вернуться к себе домой. Это пока вся информация к данному часу. Динара. Еще больше информации мы от вас будем ждать в Толгар сегодня в полночь. Спасибо. Спасибо.